вот я установил на это место привет всем решил еще доработать свой генератор поменять управление короче здесь стояла вот такая тут надо постоянно отверткой крутить а поставил как на мотоблоках стоит чтобы завести на холостых его прогреть а потом уже добавлять обороты сколько надо и хочу поставить счетчик моточасов специально для генератора вот выбрал это место приклеил шаблон сейчас будем вырезать хотел в этом место но тут она впритык края будут торчать посчитал что некрасиво а в этом место ну видно что мало места все провода вот эти надо клеммники по припаивать короче навести порядок и вот она результат разместил сюда навел здесь порядок клеммы поставил и и вот эту заслонку регулятор оборотов поставил чтобы на холостых его разогреть а потом уже добавить я отрегулировал там 3400 оборотов я его подключил один скажем плюс фазы взял отсюда один от от этой резетки именно черный провод красный провод от этого черный провод от резетки вот 15 вольт 32 герц а обороты 1910 его трясет вот сейчас добавим то было 220 41 герц 2480 оборотов, но нам надо 54, где-то. Вот 51. 3090, но под нагрузкой он будет, сейчас покажу, нагрузка 2 кВт на второй скорости. Так, смотрим, 51,5 Гц обороты, включаем нагрузку 2 кВт. 48 Гц. 2880. Так, сейчас добавим Гц. 2980. 2980. 2980. Короче, 3000 оборотов. 33 Гц без нагрузки. Вот это его рабочий режим. Вот то, что у меня получилось. Ну, что я еще хочу добавить. Вот этот бак, он внизу вот тонкий. Да хоть бы был и толстый. Площадь большая. Бензин нагревается и начинает быстрее испаряться. Я вообще думаю в будущем этот бак убрать и поставить обычный бак. С глушителем не знаю. Может и глушитель поменяю. Ну, он как бы тихо работает с этим. Просто от глушителя, от глушителя, по этим пластинам лишняя температура передается. Ну, может это не сильно важно. А так он и охлаждается хуже. Короче, бак нагревается, когда топливо, да сколько там его и не было. То есть зимой может еще нормально будет. А летом надо его где-то в прохладное место обязательно прятать. Потому что бак нагревается и прямо с под крышки начинает шипеть. То есть интенсивное испарение. Вот такой мой вердикт. В процессе использования по паспорту написано 2,8. Здесь информация неверная. То есть 2,5-2,8. Вот потому и срабатывает. Потому что я на автомат разбирал. Максимально 13 ампер. Максимально. Номинальная 11,3. То, что соответствует 2,4-2,5 кВт. Ну, для резервного питания пойдет. Со стартером тоже как бы удобно. Ну, хорошо, что тут медная обмотка. Хоть что-то не обман. А, да. Еще моя небольшая тоже доработка. Я уже рассказывал. Наверное, в видео. Сейчас покажу. Когда двигатель холодный. Я поставил от обычного двигателя. Ну, с мотоблока. Поставил регулятор оборотов. Как прогреется. На все. Открываешь до упора. И все. И будет вам счастье. И будет он работать. В паспорте написано, что нужно разогреть при холостых. Ну, а когда там винт был. Это постоянно его нужно было крутить. Не знаю, что разработчики думали. Наверное, таким способом удешевляли. Эта фишка. Регулировка чуть дороже, чем с болтом. Там пластина и пружина. Все. Больше ничего. И болт. Здесь уже деталей побольше. Вот так вот. Так что в процессе еще. Ну, не знаю. Я вообще планирую постоянно на газе. Это как бы бензин это будет резервное топливо. Вон баллон заправим. Магистральный газ. Ну что, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.